Поделись своими впечатлениями, эмоциями от этого кэмпа. Очень много знакомых ребят, увидев вам твои эмоции. Ну, конечно, всегда. Я в восторге от этого. Во-первых, предоставляют лед. Не надо никуда ходить самому, собираться с парнями. Где-то тут предоставили все, есть лед, зал. Я в восторге от этого. С ребятами давно не виделся, которые в Беларуси играли. Некоторые, которые с Канадой тоже встречались. Так здорово. А как тебе вообще услуги здесь? Великолепные. Винска-арена все-таки. Самая большая арена в Беларуси. Мне нравится здесь все. Ну, давай поговорим немного о твоем сезоне в Северной Америке. Начинал ты его в Принц-Альберте, закончил уже в Винни-Пеге. Как узнал о трансфере? Была игра с Винни-Пегом. Следующий день у нас была тренировка. И через день, получается, мы должны были уезжать на выезд. Мужо. Приехал, все, сыграли с Винни-Пегом игру. Потом следующий день тренировка. Все как обычно было. Вечером приходит просто ко мне домой менеджер. Говорит мне, пошли поговорим. Я не знал, что случилось вообще. Приходит, говорит, мы тебя обменяли в Винни-Пег. Винни-Пег хотел тебя взять. У меня сразу шок был. Вначале, почему, из-за чего, что. Может, я не подхожу или что. Говорит, нет, это Винни-Пег хочет тебя взять. Отдается двух игроков нам, Принц-Альберту. Забираю тебя. Значит, ну, они хотели тебя видеть. Ну, ты Винни-Пег, получается, перекупил тебя. Ну, получается, что так. Вы с командой, если не ошибаюсь, выиграли регулярку, дошли до финала. В чем секрет такого крутого сезона? Ну, во-первых, у нас в команде были много хороших игроков, которые драфтованные. И на кемпах эндхейловских были. Сейчас будут драфтоваться. У нас сильная команда была. Тренировки тоже были усердные всегда, каждый день. Ну, было... Поначалу, когда я перешел в спонсарь, это было тяжеловато. Потом, ну, вкатился, все здорово. Ну, мне нравится, работа такая. Началась игра в Принц-Альберте от Винни-Пега? Больше, я думаю, скорости с партнерами были. Потому что, ну, игроки были более опытные, чем Принц-Альберте. Ходил ли ты на матчи НХЛ? Да, пришлось два раза. Один раз с Принц-Альбертом, когда еще был первый год. Мы приехали тогда в Винни-Пег и смотрели Винни-Пег Колорадо. Все здорово было. А во втором сезоне, когда в Винни-Пеге, ездили на выезд в Эдмонтон. И краски сходили на Эдмонтон-Бостон. Это была игра очень крутая. А где вы его круче? В Винни-Пеге или Ведмонтоне? Я думаю, в Эдмонтоне. Потому что все-таки, да, Макдавид. Тогда Макдавид еще 50-ю шайбу забил в сезоне. Даже тогда все болельщики прям рады, разумею. Какое вообще впечатление на тебе Макдавид произвел вживую именно? Потому что, ну, когда ты смотришь по телевизору, да, оно кажется круто. А вживую? Ну, вживую, во-первых, весь НХЛ, который две игры построил. Очень здорово. Большие скорости, всегда в тело играют. Нокал страстей всех-всех. Ну, не то, что по телевизору. Ну, да, Макдавид – сверхчеловек. Который все делает. Ну, я не знаю, работает, походу, столько, что у него все так получается. Ну, вот в Виннипеге говорят, что, ну, команда по сравнению с другими, наверное, клубами НХЛ пользуется не таким большим спросом. Там маленький рынок, не такой большой интерес, как и у тебя, как показалось, как человек, который был в Макдавиде. Во-первых, скажу так, что в Канаде болельщики приходят не поболеть за команду, а как провести время отдохнуть. Как в Америке, вот мы финал играли, там болельщики прям болеют за любую команду, которая ходит, песни поют, кричат, поддерживают. В Канаде, ну, больше так, прийти, отдохнуть, насладиться хоккеем. Ну, понятно, там, когда гол или что-нибудь красивый момент, конечно, они всегда ликуют, радуются. А так обычно на арене всегда тихо. Как прям, не знаю, как в теннисе. Ну, не как в теннисе, но примерно такое вот. Просто сидят и смотрят. То есть никаких фан-секторов? Нет, такого нет. Вот когда в Америке мы были финалы, играли в Сиэтле, тогда да, там прям арены всегда встречали, свою команду. Все было там здорово. Ну, конечно, это... Ну, я так, если бы я играл по такими аренами, мне кажется, это прибавляло бы сил. Когда гонят вперед. Конечно. А приходилось ли тебе как-то адаптироваться к тому, что... У вас, ну, наверное, арена большая, даже в Сиэтле, но она молчит. Ну, в финал мы только играли на НХайловской площадке. А наша была в Виннипеге маленькая, наверное, самая маленькая была. Мы, во-первых, это не наша арена была. Была университета Бизонов. И мы там играли. Ну, там приходили люди, конечно, но не всегда много. И тоже, как бы так, болельщики, допустим, могут там написать какой-нибудь в Инстаграме, в Твиттере. Там поддержать, а так, чтобы прям болеть. Ну, могут подойти после игры всегда это, там, кулачок дать, если выходишь. Там или расписаться где-нибудь, но они всегда это готовы. И в Виннипеге очень много было всяких таких акций, как мы либо с детьми катаемся где-нибудь. Ну, очень часто, два раза в неделю это, ну, всегда было в сезоне. Понятно, плей-офф был уже нигде не были, а так или куда-нибудь, ну, прийти там, как, ну, детдом что-нибудь такого вот. Или к старым кинем-нибудь людям прийти. А вот, ну, вот мне интересно, расскажи, пожалуйста, вообще про вашу работу с болельщиками. В чем ты участвовал, в каких акциях. И вообще, как у вас-то построено. Потому что, ну, вот и Черкасс смотрел, и там такое ощущение, что прям полный порядок. Да, это они любят очень сильно с болельщиками проводить здесь время. Допустим, мы ездили в школу, я помню. Это зимой было, было тогда холодно еще. Да и на улице мы были, играли с ними в хоккей, как бы. Ну, без коньков так, с клюшкой, с мячиками там. Ну, проводили с ними время, может, часа 4-5 где-то проводили с ними время там. Ну, кто спрашивает, где там играешь, там, в какой позиции. Ну, все такое, ну, дети, понятно. Ну, весело тоже, ну, так вот происходит. Бывает такое, что можем прийти куда-нибудь, там, с подарками кинем-нибудь. То есть, там, есть Тим Хортенс, купи там кофе, пончики, какие-нибудь зайти. Ну, мы вот приехали вот к вам поддержать, спасибо там, что, что может там ходить на наши матчи, ну, или что в этом роде. А я видел некоторые клубы, СИЧ, наверное, даже бывало, что вставали в игроки из-за привала, как в Магдонс. Да, да, и такое было, да, становишься, готовишь еду или накладываешь что-нибудь. Специально пишут там в социальных сетях, что будет сегодня там завтрак с игроками Виннипек. Они приходят с утра, ну, очень много людей, может, и 500 человек прийти, ну, очень много приходят, как бы, ну, тоже поесть, поспрашивать. Ну, мы садимся, допустим, наложили там еду или приготовили что-нибудь, ну, допустим, хот-доги. И потом пойдем за стол с ними сядем, ну, и начинаем просто разговаривать, как, ну, о жизни, о всем. Ну, им это тоже в кайф. А как тебе вообще жизнь в Америке была сложная или более было адаптироваться? Ты, наверное, жил в семье? Да, приехал, ну, первый сезон, ну, было тяжело. Во-первых, вообще другая страна, не так, как у нас все по-другому. Все живут в домах, а не в квартирах. Ну, есть там, конечно, квартиры, но там они не живут почти никто. Что для тебя было таким самым главным, может быть, скультурным шоком? Скультурным. Но я скажу, что люди могут тебе в любой ситуации помочь, с любимым, чем ты попросишь. Прохожие, ты можешь подойти к нему, поздороваться, поговорить с ним, он тебе все расскажет, ты ему можешь все, ну, вообще, это классно. Как у тебя отношения с твоей приемной семьей? Потому что, ну, вот, которая тебя в Канаде понимала, я знаю, что там, в Канаде, они просто максимально френдли. Да, они френдли, очень дружелюбные, вообще, очень. Первая семья у меня была в принце Альберте, Ким и Роджер. Эта семья, протас у них жил. Ну, они меня встретили. У них еще, ну, это, как мои две белые сестры были. Ну, все всегда разговаривали, за ужин садимся, разговариваем. Ну, я очень рад, что они так меня приняли, все здорово. Они всегда говорили, если какие-то проблемы или не проблемы, хочешь приехать, всегда мы все рады. Даже говорили, возможно, приедут в Беларусь. Я говорю, приезжать всегда я буду рад. У меня была семья еще летом, я когда оставался. Я ездил к Польшакову, там тоже семья Моника и Джеймс. Тоже, они всегда, они даже собираются уже, походу, реально приехать в Беларусь, посмотреть, как у нас. Потому что, ну, показывать фотографии, как, что тут. Говорит, библиотекой очень увлеклась. Которая, да, Минская библиотека, которой мама билет. И Виннипеги тоже были очень, очень хорошая семья. Ну, я очень рад был, что они так приняли. Но они прям френдли-френдли. Как ты проводил свободное время, если до вас куда-нибудь ходил? Какой тебе было ходить? Ну, в Принцайберсе не было такого сильно куда-то ходить. Маленький город был, ну, и нечего там. Ну, бывало там с пацанами после тренировки куда-нибудь покушать или поговорить. Провести время, скажем так. Было такое. В Виннипеге, да, город побольше был. Ходили тоже после тренировки там пообедать или что-нибудь. Ходили часто в мини-гольф играть в здании. Ну, они прям бурые фанаты гольфа любого. А у тебя получается игра? Один раз летом играл в большой гольф. Тяжело, конечно. Ну, так, немножко. Ну, и все, вот ходили в гольф играть. Ну, там куда-нибудь можем съездить, там, ну, тоже покушать, там, ну, провести время, как бы. А так, ну, зимой не сильно куда хочется ехать, потому что температура минус 30 было. Было один раз, ну, обычно после Рождества всегда в Канаде, там, 2-3 дня, минус 35, вот такое. Один раз было у нас в Виннипеге, я с утра встал, смотрю, минус 40. Так, я думаю, что-то холодно, я выхожу, весь колочусь. Блин, вот, кстати, ты про Рождество заговорил. У них же есть там свои своеобразные праздники, типа Халуин, которые собрали, не праздник, там, Крисмас. Ты как уже, живя там, пошел в этот фрус праздновать? Ну, праздновать, ну, Рождество, конечно, я с ними отмечал. Они не отмечают Новый год вообще. Ну, у них пробило 12. Я им говорил, что это у нас большой праздник, все отдыхают, все гуляют в этот праздник. Ну, у них такого нету. Я, конечно, ну, там по видеосвязи, там, с родителями, начали встретил в белорусском время, потом самостоятельно, ну, так. Ну, уже на следующей неделе у нас или тренировка, а 2-го числа игра была. Они, ну, не празднуют. Да, в Рождество они празднуют, у них неделя, не, неделя, наверное, дня 3-4 полностью все закрыто. Все магазины, ну, все. Обычно садятся, это вот было прошлый раз в воскресенье, садятся все со своей семьей, ну, и ужинают. А Хэллоуин? Хэллоуин, да, тоже в Принц Альберсе, ну, что-то я так сильно не встречал, в Виннипеге. У меня Билет Мама моя прямо фанат этих всех праздников. Она готова всякие костюмы покупать, шить там. Она тоже, я там был в очках, там такой с, этот, накидка такая была большая. Парик, такой с черными большими волосами. Ну, и все, мы просто пошли к другой даме, к ее маме. И там раздавали детям конфеты. Ну, я первый раз такое видел, как приходят дети, берут конфеты, ты им даешь. Это звонят в домофон. Ну, это знаешь, так, коляды? Коляды? Да, да, да. Ну, да, что-то есть. Ну, я просто никогда этого не видел, но это было, ну, прикольно, когда приходят, открываешь дверь, а там все дети ходят с этими нарядными в костюмах. Ты не драфтованный игрок, тебе 20 лет. Какое сейчас, ну, ты видишь будущее для себя, может быть, с агентом общался или с какими-то командами? Ну, с агентом общался, он, ну, предлагает команды, здесь общался тоже. Ну, пока никакой конкретики, что. Пока я тренируюсь здесь, может, рассматривают тоже как. Ну, буду смотреть. Ну, скорее всего, этот год останусь либо в Беларуси, России, либо Европа. Да, в Северную Америку, наверное, пока не собираюсь. Ну, если что-то агент еще предложит, возможно. Ну, и, наверное, этот кемп хорошая возможность подготовить себя к будущим просмотрам. Вообще, что хочешь улучшить, прокачать в себе? Во-первых, восстановиться после отпуска, за месяц. Ну, у меня, может, сцены, как они катались, у них же игры были еще. Лига будущего, да, называл? Кубок будущего, да, извиняюсь. Не знаю, может, катались, а у меня закончился сезон только 20 мая. Ну, мы же позже начинаем в Северной Америке. И из-за этого, ну, как-то, может, уже кто-то тренировался, а я еще отдыхал. Сейчас, у меня сейчас, ну, так, тяжело, но уже вкатываюсь. Буквально эта неделя, я думаю, следующая уже я буду в полных кондициях. Ну, лучше я всегда работал над катанием, чтобы быстрее. Потому что я посмотрел, как в Северной Америке у меня были партнеры, бегали, ну, очень быстро бегали. Я подумал, это, мне кажется, важный компонент, который мне надо усилить.